Америка спешит на помощь Украине. В Киевском аэропорту Борисполь встречают очередной военно-транспортный самолет из США. Десятки тонн гуманитарной помощи по-американски, гранатометы и противотанковые ракетные комплексы «Дживелин», стрелковое вооружение и боеприпасы, амуниция и средства радиолокационного наблюдения. Всего, как заявляется, запланировано 45 таких авиарейсов. Мы только в самом начале поставок этого пакета средств стоимостью 200 миллионов долларов. И сейчас мы пытаемся понять, можно ли их ускорить. Но куда же так торопятся вашингтонские ястребы? И для кого предназначено это оружие? Почему Джо Байден разозлился на президента Украины? И к кому в гости ездили бойцы американских ЧВК? Чем отряды территориальной самообороны будут отличаться от майданных добробатов? И кого на самом деле стоит опасаться Владимиру Зеленскому? Об этом в расследовании специального репортажа. Смотрите прямо сейчас. Инструктор из Невады. Что делает американский спецназ на линии соприкосновения в Донбассе? Это свидетельство того, что страну готовят к партизанской, контрпартизанской или диверсионной войне. ЧВК особого разлива. Чем известны солдаты удачи? Мы понимаем, что это нацисты. Те же самые нацисты служат в ЧВК, встретили таких же нацистов на Украине. Народная гвардия Владимира Зеленского. Где и в чем просчитался президент Украины? Конечно же в тербаты записываются в основном бандиты или люди полукриминальных наклонностей. Это была еще запущенная история на Майдане. В США очередной политический скандал. От Джозефа Байдена требуют опубликовать стенограмму его последнего телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. Если Джо Байден этого не сделает, то мы должны немедленно объявить ему импичмент. Лаверн Спайсер. Кандидат от республиканской партии на выбор в Конгресс США. Поводом стал сюжет в эфире СНН. Вышедший под заголовком телефонный разговор Зеленского и Байдена прошел не очень хорошо. Как заявил корреспондент телеканала в Киеве, главы двух государств радикально разошлись в оценке якобы российской угрозы. Президент Байден рассказал об угрозе российского вторжения, которая состоится уже в феврале, когда замерзнет земля. Байден предупредил Зеленского, что Киев может быть разграблен. Он сделал акцент именно на этом слове, разграблен российскими войсками. Он сказал, что будет предпринята попытка оккупации. Однако в Белом доме поспешили выступить с опровержением. А дальше началось и вовсе загадочное. Сюжет с репортажем из Киева был удален с сайта телеканала. Зачистке подверглись социальные сети еще нескольких журналистов, подтвердивших информацию о телефонном разговоре президентов на повышенных тонах. Но что же так напугало президентскую администрацию? В США как таковой внешней политики нет. В США есть внутренняя политика и ее проявление во внешнем. И после сложных и тяжелых событий в Афганистане, а безусловно нынешнему президенту США, необходимо показать, какой он твердый, сильный, решительный руководитель. И как он жестко и мужественно остановил агрессию Путину. Именно так выглядит американская стратегия героического спасения мира от страшной российской угрозы. Вот только Зеленский безжалостно ломает ее своими заявлениями, в очередной раз призывая политиков и СМИ перестать нагнетать обстановку вокруг якобы возможного российского вторжения. А на вопрос, что же он знает такого, чего не знает Байден, Владимир Александрович только загадочно пожимает плечами. Я думаю, что у меня, как у президента независимой страны, могут быть свои секреты. Так же, как и у президента США. Глава украинского государства не только открыто возражает Байдену, но еще и пытается играть роль равного среди равных. Неслыханное для постмайданной Украины дело. Если же говорить о Зеленском, то Зеленский, конечно, с одной стороны, он понимает, что его толкают к войне, а с другой стороны, события раскручиваются не совсем так, как он планировал. Но что именно пошло не так? И какие секреты появились у президента Незалежной от его американского покровителя? Это кадры с линии соприкосновения в Донбассе. В главных ролях сотрудники американской частной военной компании Forward Observation Group. Все они бывшие военнослужащие спецподразделений армии США. С опытом участия в военных конфликтах в разных точках мира. Они действительно там есть, они работают, особенно в зоне боевых действий со стороны Украины. И никому это не секрет. Ведь мы все помним прекрасно, когда Майдан начинался, наемники приезжали. Мы помним прекрасно, когда селфи в свое время делали в Донбассе, убивали мирных граждан. Согласно информации из базы данных юридических лиц США, Forward Observation Group была зарегистрирована в октябре 2020 года в Неваде. Руководитель, бывший военнослужащий 173-й воздушно-десантной бригады армии США Дерек Бейлс, о котором известно совсем немного, проходил службу в Афганистане, а в прошлом году засветился на Украине, в компании с местным нацистом Вадимом Лапаевым по кличке Балак. Ветераном скандально известного полка АЗОВ и действующим активистом национального корпуса. Еще одного парамилитарного формирования, входящего в структуру подчинения бывшего командира АЗОВа Андрея Белецкого. Вообще ведь члены ЧВК американских и британских, это, как правило, люди, воевавшие в странах Африки, ну, отчасти Латинской Америки. Если мы посмотрим, что эти ЧВК делали и какие преступления вытворяли против мирного населения на расовой почве, то мы понимаем, что, в общем-то, это нацисты. Те же самые нацисты служат в ЧВК, встретили таких же нацистов на Украине, в запрещенных в России батальонах, там, Айдар, АЗОВ и так далее, и так далее. И, соответственно, у них тут полное взаимопонимание, дружба, согласие. И вот новая встреча, которую случайной никак не назовешь. Сумское отделение Украинской радикальной организации «Национальный корпус» приступило к проведению военных сборов с наемниками. Имеется информация, что в подготовке боевиков также участвуют инструкторы из американских частных военных компаний. В последние месяцы количество иностранных спецов только растет. Как увеличивается и количество подготовленных ими групп? Если мы говорим, что в регионе появляется частная военная компания, это свидетельство того, что страну готовят к партизанской, контрпартизанской или диверсионной войне. По прогнозам министра обороны Украины Алексея Резникова, численность таких вот подразделений в самое ближайшее время должна составить порядка 130 тысяч человек. Настоящая армия. Поэтому я просто вижу в этом большую опасность. Почему? Потому что происходит милитаризация мирного населения. А милитаризация мирного населения, она всегда ведет к истерии военной. И подстегивает военные настроения, и подстегивает стремление уже всех украинцев, но во всяком случае мужского пола, ну не всех, но большинства во всяком случае, идти на войну. И главное, все это происходит на полностью законных основаниях. С прямого одобрения президента Незалежной. 1 января на Украине вступил в силу закон о национальном сопротивлении. Документ, предусматривающий создание новых воинских формирований, сил территориальной обороны. Создание системы национального сопротивления в Украине является мощным сигналом всем, что наша страна будет обороняться, не допустит событий 2014 года, и что защита Украины для нас это всенародное дело. Владимир Зеленский, президент Украины. Отсылка к 2014 году не случайна. Тогда под призывы бороться с якобы российской агрессией на Украине были созданы добровольческие батальоны, так называемые Добробаты. Конечно же, в Тербаты записываются в основном бандиты или люди полукриминальных наклонностей. Это была еще запущенная история на Майдане. Потом, после того, как Майдан победил и произошел госпереворот, тогда, собственно, Турчинов, исполняющий обязанности президента, выпустил из тюрем 10 тысяч бандитов, рецидивистов разного уровня тяжести, совершивших преступления. И все эти годы, собственно, периодически, то там, то здесь всплывают информации о том, как эти патриоты просто занимаются рейдерством, убийством, пытками и так далее. И вот эксперимент повторяется. И в куда более серьезном масштабе. Силы территориальной обороны – это составная часть вооруженных сил Украины. Точно так же, как десантно-штурмовые войска или силы специальных операций. Это не похоже на добровольческие народные дружины при органах местного самоуправления. В конце января Верховная Рада Украины разрешила участникам таких формирований использовать не только личное охотничье оружие, но и другие виды вооружений, которые в магазине не купишь. Теперь членам добровольных отрядов территориальной обороны будет предоставляться возможность использовать не только стрелковое оружие. Если возникнет необходимость, то кроме винтовок, автоматов и пулеметов они получат более серьезные виды вооружения – противотанковые ракетные комплексы или ПЗРК. Юрий Месягин, депутат Верховной Рады Украины. Нет ничего удивительного, что формировать такие отряды на местах стали непосредственные участники вооруженного конфликта на юго-востоке Украины. Самым, что ни на есть, темным прошлым. Юрий Галушкин, командующий силами территориальной обороны. Участник боев за Донецкий аэропорт 2014 года. В Одессе городской батальон территориальных сил возглавил Евгений Мирошниченко, один из командиров добровольческого батальона «Шторм» и глава Одесской муниципальной стражи. Организации, известной своими провокационными акциями и нападениями на журналистов. В Днепре командование отдельным батальоном территориальной обороны принял Олег Леденко. Также участник АТО и настоящий бандит. Имевший непосредственное отношение к деятельности одной из криворожских ОПГ. А самое интересное, Леденко тесно связан с днепровским олигархом Игорем Коломойским, у которого, в свою очередь, имеется солидный опыт по созданию собственных добробатов. Мы с вами видим, как происходит феодализация Украины, когда местные элиты начинают формировать собственные армии. Они у них уже есть, просто они будут легализовываться. Вот, для защиты собственных интересов. Тербаты, по задумке администрации с Банковой улицы, должны создавать местные власти. И вот вишенка на этом милитаристском торте. Мэр украинской столицы Виталий Кличко, с недавних пор ярый оппозиционер и потенциальный соперник Зеленского на следующих президентских выборах, заявил о намерении создать собственный тербат в Киеве. Разумеется, для отражения атак воображаемого противника. Поэтому мы все должны делать для того, чтобы подготовить систему территориальной обороны на местах. Потому что должны рассматривать разные варианты развития событий и быть готовыми к разным сценариям, в том числе и к самому худшему. Виталий Кличко, мэр Киева, Украина. Кличко ловко воспользовался положениями нового закона. О каком таком самом худшем сценарии он говорит? Очевидно, о том самом захвате и разграблении, на котором так настаивал Джо Байден в разговоре с Зеленским. Но в том-то и дело, что вся эта история крайне не нравится действующему президенту Украины и его команде. У них на глазах под шумок истерики о якобы вторжении оппозиционеры формируют собственные армии. Глава СМБУ Украины уже раскритиковал действия Кличко. Не на то, не на то был расчет в администрации президента Украины. У Зеленского нет ни одного серьезного звена силового, которое могло бы защищать государство, защищать самого Зеленского. В случае ли попытки госпереворота или в случае выхода на улицы радикалов, которые могут просто из-за попытки движения к миру попытаться уничтожить Зеленского и снести его. У него просто большая серьезная беда. История Украины последних 20 лет показывает, кто владеет улицей, тот получает и все остальное. В первую очередь власть. Именно с этой целью и была затеяна операция по созданию тербатов, которые должны были стать личной гвардией президента Украины. Но, похоже, уже не станут. Это не его ниша. И как бы ни хотели, как бы ни думали, она за ним не пойдет. Я не думаю, что там хватит на сегодняшний день у Зеленского создать такую армию. Скорее всего, создаст Коломойский. Если он захочет удержать, будем говорить, Зеленского, конечно, он ему подвинет эту армию, в кавычках так называют. Поэтому быстрее олигархи создут, чем даже он. Нагнетаемая Соединенными Штатами предвоенная истерия вывела этот процесс из-под президентского контроля. Уж очень много нашлось желающих погреть ручки в жарком пламени войны, которая, как известно, очень многое списывает и очень многое позволяет. В том числе усиливаться и местным царькам, охраняющим свои уделы от посягательств центральной власти. С другой стороны, они прекрасно понимают, что таких, как они, желающих урвать чей-то кусок, будет очень много. И надо будет защищаться в том числе. И мы с вами действительно увидим, если ситуация круто не изменится, например, через военный конфликт, мы с вами действительно увидим это гуляй-поле, когда будут воевать между собой разные кланы, разные анклавы, разные города, совершать набеги друг на друга, отбирать зерно, припасы и так далее. И чем дольше Вашингтон будет раздувать истерию вокруг несуществующей российской угрозы, тем сильнее он будет вовлекать Украину в войну гражданскую, превращая незалежную в бесконечное поле военных экспериментов, по которому уже совсем скоро будут хаотично носиться вооруженные до зубов отряды самостийной обороны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова